В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина о главных криминальных событиях минувшей недели. 11-летняя Диана Голицына из Сасовой и 12-летний Леонид Растенец из Рыбного найдены мёртвыми. И нервы, и бюджет в порядке. Требование предупреждать о предстоящих коммунальных услугах незаконно. Следы в пыли, как история о любви, изменах и первом массовом теракте стала пособием для криминалистов. До последнего родители пропавших в Рязанской области детей надеялись на лучшее. Больше месяца сотрудники полиции, многочисленные волонтёры, местные жители и даже авиации искали школьниц Диану Голицыну и Веронику Никулову. Они пропали в городе Сасово 15 марта. В последний раз их видели на льду водоёма. На минувшей неделе тело одной из девочек, 11-летней Дианы, обнаружили на берегу реки Цена. Это в полутора километрах от места их исчезновения. Следствие устанавливает причину и обстоятельства смерти. Поиски второй школьницы продолжаются. Ещё одна печальная новость пришла из города Рыбное. Пропавшего 5 апреля 12-летнего мальчика тоже обнаружили мёртвым. Тело Леонида Растенца нашли в пруду на углу улиц Фрунзе и 8 марта в районном центре. По основной версии полиции предполагалось, что мальчик заблудился. Оперативно-следственная группа работает над уточнением деталей. А сейчас кадры, которые выбивают слезу даже у суровых дельцов, промышляющих незаконным бизнесом. На территории предприятия по утилизации металла уничтожено более тысячи игровых аппаратов. Рулетки, покерные столы, однорукие бандиты. Ещё недавно эти жестянки были надёжным средством обогащения для своих владельцев. Желающих оставить сбережения за попытку проверить участие Фортуны всегда предостаточно. Только изъятые оборудования и комплектующие исчисляются тысячами. А сколько ещё работающих благополучно вытряхивает бюджет посетителей? С начала года изъято более 469 единиц игрового оборудования, 265 единиц комплектующих частей. А в настоящее время на складах хранится более 55 тысяч единиц игрового оборудования, изъятых в МВД Призанской области. Эти однорукие бандиты в чужой карман уже не залезут. Наши игроманы не берут в расчёт, что в Америке, например, недаром игровой автомат называют «слот машин». Заметьте, машины для опускания монет. И вовсе не подразумевается, что он тоже что-то даст взамен. Сплошная психология. Обратите внимание, в игровых клубах нет окона часов, чтобы время остановилось и не отвлекало посетителей от бесконечной игры. А с жетонами расставаться гораздо легче, чем с наличностью. Но когда это понимаешь, уже и плакать не на что. Многие горожане, придя платить за коммунальные услуги, столкнулись со странной проблемой. КВЦ настоятельно рекомендует заранее предупреждать о предстоящих расходах – воды, газа, электричества и так далее. В ином случае грозят рассчитать оплату не по факту, а среднюю за несколько месяцев. Но позвольте, в дачный сезон многие и дума-то не живут, переезжают на дачу. Больше всего переживают пенсионеры, но волноваться на самом деле не стоит. Мы спросили специалистов, законно ли это и что делать, если нам продолжают навязывать непонятные правила. Так объясняют эту позицию. Говорят, вы знаете, Олег Николаевич, стали больше пить кровалов. И валидол, когда посещаешь различные вот эти центры, где приходится платить за коммуналку. Мало того, что она подымается, а теперь нас еще обязывает каким-то планом хозяйством заниматься. Объясню всем людям, которые столкнулись с подобным объявлением. Данная обязанность вас информировать о предстоящих расходах незаконна. Об этом говорит решение Верховного суда, который отменил ранее действующий пункт правил оказания коммунальных услуг. Поэтому тот, кто считает, что данные нормы нарушают его права и интересы, ну, в частности, что обязывает какие-то дополнительные потуги еще делать и сообщать работникам КВЦ, которые не дружат с законодательством порой, может обратиться в прокуратуру районов или областную о том, что вот эти объявления нарушают их права и интересы как потребителя. Конечно, обыкновенному рязанскому пенсионеру успеть за изменениями в законодательстве нелегко. Мы не знаем своих прав и позволяем другим на этом зарабатывать. Если у вас есть похожие вопросы, вызывающие недоверие, обращайтесь в нашу редакцию, мы найдем ответ вместе. Сегодня в рубрике «Дело номер» мы начнем новый, необычный, но довольно любопытный цикл сюжетов. Это мировые преступления, которые вошли в криминологию на правах своего рода научных пособий для расследования уголовных дел. Первая история получила от криминалистов романтичное название «Следы в пыли». Она и правда не лишена романтики, но уж слишком жестокой, что ли, даже для своего времени. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Канада Канада – удивительная страна, в которую невозможно не влюбиться. Особая музыка, культура, природа, кухня, водопады. В 40-е годы прошлого столетия она и вовсе притягивала и местных жителей, и туристов. Еще бы! Именно небо Канады начали бороздить первые в мире пассажирские реактивные авиалайнеры со звучными названиями. Чего стоит одна марка «Дуглас». Это сегодня. Без слов теракты, взрывы и диверсии не обходится практически ни один выпуск федеральных новостей. Тогда, в 40-е, массовое убийство было чем-то из ряда вон выходящим. Даже желтая пресса не торопилась с заголовками. Итак, представьте, Канада, 1949 год, самый обычный день. Один из местных жителей, рыбак, он возвращался домой и посмотрел на небо, и увидел двухмоторный самолет «Дуглас». Этот самолет обычно три раза в неделю совершал перелеты из Монреаля через Квебек и дальше. И самолет пролетал по расписанию в одно и то же время. Он должен был лететь над морем. Но, посмотрев на небо, местный житель, к своему немалому удивлению, самолета не увидел. Пассажирский авиалайнер появился на горизонте только спустя несколько минут. При взлете там были небольшие проблемы, и самолет вылетел чуть позже, поэтому в 11.45 он был не над морем, а над сушей. Этот факт стал роковым для 23-х человек. Окажись, «Дуглас» над водой ровно в 11.45, согласно расписанию, возможно, кому-то из пассажиров удалось бы спастись. Но, пролетая над горой, самолет в одно мгновение оказался в облаке дыма и рухнул вниз. Случайный свидетель происшествия немедлил ни секунды. Он тут же собрал группу людей, которая отправилась на помощь пострадавшим. Побежали к месту падения самолета, где-то за час они туда добрались. И взобрались, когда на эту гору, то увидели обломки самолета. Правда, он не взорвался, самолет был разломан. Причем трупы людей лежали вокруг вот этих обломков. Вскоре наметились два пункта, из которых можно было исходить, начиная следствие. Первый взрыв произошел в переднем левом багажном помещении, где находился багаж только тех пассажиров, которые летели из Монреале до Квебека, где он и был выгружен. Вторым являлось само место катастрофы. Предстоял доскональный химический анализ обломков. Проверка страховых полисов пассажиров не вызвала никаких подозрений. Кассирша авиакомпании из отеля, которые дали неприятное поручение сообщить о несчастье родственникам погибших, тоже не заметила ничего подозрительного. Расследованием этого дела занялся сыщик Белек. Интуиция подсказывала ему, катастрофа, скорее всего, не случайна. Постепенно он понял, что мотор самолета работал до самого падения в землю. И винты, пропеллеры самолетные, даже ввинтились в землю, когда он под углом падал. А это означало только одно – пилоты не были готовы к катастрофе. Казалось, в постовой части самолета просто неожиданно что-то воспламенилось. Но вот что? В те годы мысль о запланированном теракте приходила в голову самый последний. Но к немалому изумлению канадских следователей именно она подтвердилась экспертизами. Во-первых, были обнаружены следы динамита. Во-вторых, были вкрапления меди в багажном отделении, причем расплавленной меди, которая плавится при очень больших температурах. И было понятно, что вот такая температура могла возникнуть в момент взрыва. Начали изучать и допрашивать родственников погибших пассажиров. На первый взгляд они вели себя в соответственной ситуации. Но Белек знал – притворство людей не знает границ. Он решил проверить, не испытывает ли кто-нибудь из скорбящих материальной трудностей или осложнений в личных отношениях. И не имеет ли любовниц на стороне. Одной из погибших пассажиров самолета была некая Рита Гюе. 9 сентября муж в последний раз проводил ее до отеля «Шатоу Фронтенак». После трагедии он три дня провел у гроба супруги и после похорон прошел мимо толпы любопытных с лицом, залитым слезами. Альбер Гюе родился в 1917 году в семье строителя-железнодорожника. В детстве он, видимо, питал большие надежды, но страдал болезненным самолюбием. Во время войны работал в арсенале Квебека и подрабатывал торговлей часами и дамскими украшениями, которое стало после войны его основным занятием. Имя этого ювелира всплывет в уголовном деле еще не раз. Как выяснилось, причиной трагической авиакатастрофы явилось не что иное, как еще одно любовное увлечение Гюе. Полицейские выяснили, что незадолго до этого он познакомился с местной официанткой, 16-летней некой Марии Анш Робитай. Это была красивая девушка, и когда с ней встретились, полицейские поговорили, они поняли, что девушка волнуется, и ей конкретно задали вопрос, было ли что-то между ними, какие-то близкие отношения. Она рассказала, что действительно между ними были близкие отношения. Примечательно, что 24 июня 1949 года Гюе был оштрафован на 25 долларов и провел ночь в полицейском участке за незаконное хранение оружия. Причина ареста не лишена пикантности. Накануне он подкараулил ту самую официантку из кафе, когда она шла на работу, и угрожал ей пистолетом. Девушка позвала на помощь полицейского, который и проводил ее до кафе. Как выяснилось, ювелир оказался настойчивым поклонником. А затем в списке багажа Дугласа всплыла интересная посылка с ложным адресом отправителя. Теперь, когда речь шла о конкретном грузе, кто-то вспомнил, что ее сдала полная черноволосая женщина. На весы посылку поставил водитель такси, а незнакомка заплатила 2 доллара 72 цента, взяла квитанцию и исчезла. Полицейские вышли на след этой женщины. Это была некая Маргарет Питер. Но когда вышли на ее адрес, то оказалось, что Маргарет Питер пыталась покончить. Самоубийством приняла определенные сильные действующие вещества, но ее удалось спасти. Выяснилось, что Маргарет Питер во время войны работала в Арсенале и там познакомилась с Альбером Гюе. Он неоднократно давал ей взаймы крупные суммы денег. Парализованный брат Маргариты работал ювелира-часовщиком. Но кто же мог смастерить бомбу? Развязки позавидовали бы лучшие сценаристы. Только подумайте, Гюе оказывается самым настоящим лавеласом. И помимо девочки-официантки, кружит голову еще и Маргарите. Затем он находит знакомого, который мастерит ему взрывное устройство, поручает Питер поместить его в багажный отсек и спокойно провожает свою жену на борт самолета. Механизм бомбы был заведен ровно на 11.45. И не задержись тогда лайнер в аэропорту, концы этой истории навсегда бы канули в воду. Этот случай стал одним из первых массовых терактов, по крайней мере, современных. Трудно сказать, почему Альберг Гюе выбрал именно такой способ, расстаться с женой. Но, надо сказать, насладиться свободой ему так и не удалось. За убийство 23-х человек Гюе был приговорен к смертной казни. Немецкий поэт 19 века Кернер как-то сказал, нет негодяя, который был настолько глуп, чтобы не найти ни одного довода для оправдания своей подлости. У тех, кто по другую сторону закона и правда своя, безумная и необъяснимая логика. Просто будьте осторожнее. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!